И исключением является мясо и женщины. Именно в их отношении работает обратное правило. Запрещено все, на что не дозволено. То есть в плане отношений, то есть интима, и в плане мяса. Запрещено любое мясо, которое не халяв. То есть это исключение из этого общего правила. Так, меня отталкивает то, что ты начал действовать только тогда, когда это коснулось тебя конкретно. Поэтому выбрал А, З. А так, молодец, продолжай. Саламу алейкум. Поклонение должно основываться на шариате, и не на страстях и нововведениях. Также и строительство государства тоже должно основываться на шариате, а вы даже проговорить вслух это боитесь. Нет, Фархад Марданов, мы как раз таки не вынимся, и очень легко именно вот эти моменты проговариваем. Но это ведь нововведение, это беда, то, что ты сейчас говоришь. Ты поставил на одну ступень Айбаду поклонение с государством. Это величайшее заблуждение, потому что к этому совершенно разные подходы. Так как в Айбаде запрещено все харам, все то, на что нет прямого указания, то есть все, что не разрешено, это запрещено. А в любом ином вопросе, не касающемся Айбады, в шариате Аллаха все дозволено, кроме того, что запретно, запрещено прямым текстом. Если кто-то не понял, что я имею в виду, разъясню это, более разжую, так скажем. В Айбаде, то есть в поклонении Господу, мы не можем ничего от себя взять и сделать. Мы можем сделать только то, на что есть прямое указание, довод. Все остальное является для нас запретным. Как, допустим, четырех ракаты намаз, да, или двух ракаты, вот эти ракаты, которые прописаны, мы не можем взять и от себя добавить еще один ракат. Это харам, это будет запретно, это величайший грех. Ты не можешь взять и утренний намаз совершить в трех ракатах. Почему ты не можешь этого сделать? Потому что указание пришло только на два раката. Если ты от себя добавишь третий ракат, ты посягнешь на право Всевышнего Аллаха узаканивать поклонение. Поэтому общее правило к поклонению такое. Запрещено все, на что нет прямого указания. Все харам, кроме того, что дозволено. А в быту, наоборот, дозволено вообще все, на что нет прямого запрета. Я могу пить эту воду, как я хочу, если не пришел какой-то запрет. Допустим, я пью воду из стакана. Это в своей основе мубах. Это дозволено. Если нет какого-то текста, который бы гласил, нельзя пить воду из стакана. Понимаете? То есть, все, что не запрещено прямым текстом, все это разрешено. И вот теперь, если ты хочешь сказать, что государство, построение государства является айбадой, то на это нужен довод. Тогда мы это примем и скажем, окей. А, кстати, надо упомянуть, что из этого общего правила бытового все дозволено, кроме того, что нет, на что есть запрет. Из этого общего правила есть исключение. И исключением является мясо и женщины. Именно в их отношении работает обратное правило. Запрещено все, на что не дозволено. То есть, в плане отношений, то есть, интима и в плане мяса. Запрещено любое мясо, которое не халяв. То есть, это исключение из этого общего правила. Но государство не входит в это исключение. Теперь, если же вы хотите сказать, что государство тоже является айбадой, то на это нужен довод. Если же вы этого довода не приведете, то это беда, которую вы вводите в религию. И если же вы скажете, нет, там будете на что-то ссылаться, то я вас спрошу, как же так получилось, если государство, построение государства, по вашему утверждению, если вы так утверждаете, является айбадой, то как же так получилось, что это нам не разъяснили? Как так получилось, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, ушел из этой жизни, не разжував нам все в отношении государства? Ушел таким образом, что сразу после смерти, сразу после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, он еще не был похоронен, его тело омывалось. Али ибн Абуталибом, да будет довольным Аллах и родственниками пророка, и в это время вот его тело еще омывается, он еще не похоронен. Уже в этот момент возникает первое, первое разногласие о вопросах построения государства. Ансары говорят, один правитель должен быть от нас, мухаджир один от мухаджиров. Омар возражает на это. Как это происходит под навесом Банусаида? Это известная история из Сирии, если кто не читал, посмотрите это. Если бы все это было бы айбадой, то это должно было быть разъяснено, и никаких разногласий в этом вопросе быть бы не могло. Когда вы начинаете эти все моменты интересоваться ими, изучать, вы понимаете, что государство не является, ни его построение, ни само государство не является айбадой. Это лишь средство достижения удовольства Аллаха. И это относится к бытовым вопросам. И если вы посмотрите первый период праведного халифата, 4 праведных халифа, вы увидите, что все они приходили к власти и делали это не по тексту какому-то, а в зависимости от ситуации. Абубакар пришел к власти по ситуации. Он даже не собирался этого делать. Омар присягнул ему на этих дебатах. Понимаете? В случайности. То есть это не было сделано по прописанному тексту, что должно быть вот так, вот так не было. Просто возразив Ансаром, Омар присягнул Абубакар, дав ему свою руку. И тогда остальные тоже присягнули. Понимаете? То есть по ситуации. Далее Абубакар передает власть Омару по ситуации. Омар просто по ситуации говорит, вот 6 человек, давайте избирайте одного из себя. То есть мы с вами, когда мы начинаем этим интересоваться, мы понимаем, что нет какого-то прописанного текста священного на эту тему. А если бы это была Аббада, то должен был бы быть текст. И все труды ученых, которые относятся к этой политике, они все основываются на вот этих вот моментах. На том, как в свое время импровизировали, грубо говоря, сахабы, из этой импровизации получились какие-то методики. Но это ведь нам говорит о том, что это не является Аббадой. Да, я согласен с тем, что их сунна является для нас сунной, в соответствии с хадисом посланника Аллаха и благословения Аллаха. Однако это ведь не указывает на то, что это Аббада. Вот в чем дело. Да, мы можем сказать, что сделать так, как сделали они, это лучше. Однако мы не можем сказать, что это Аббада. Вот в чем дело. Поэтому не путайте поклонение с обытовыми вопросами. И мы абсолютно не боимся это произносить и на эту тему говорить. Наоборот, с удовольствием будем обсуждать эти вещи. Баркал за ответ. Тумсо, а по поводу твоего видения политической системы Чечении наподобие политсистемы Ирана, что-то изменилось в твоих взглядах? И какова позиция вашей партии по этому вопросу? У меня никогда не было такой позиции, что мы хотим взять для себя модель Ирана. Я просто рассуждал о модели Ирана и говорил, что у них сама по себе модель не является плохой. Плохой является власть. А так сама по себе модель там неплохая. Вот что я имел в виду. И эта модель, она даже гораздо ближе мне, чем модель, допустим, власти Саудовской Аравии. И когда есть монарх, который передает власть от отца к сыну, от брата к брату, для меня это более неприемлемо, чем модель иранская. Но зато сама иранская власть, она, конечно же, мне гораздо дальше, чем Саудовская. Понимаете? То есть мы просто рассуждаем на эти темы. Но это не значит, что мы хотим что-то из этого себе. Да нет, конечно. И наша позиция партии, наша позиция партии, это на нашей государственной системе. То есть мы не являемся революционерами. Мы можем, может быть, мы в какой-то степени были бы реформаторами, если бы была такая возможность уже конкретно работать в рамках государства. То есть какие-то вещи менять. Но в данной ситуации мы не реформаторы. В данной ситуации мы просто, скорее, мы такие консерваторы, которые просто в рамках действующего нашего законодательства пытаемся работать. Законодательство, я имею в виду, нашего государства, Чеченской республики Ичкерия. Что думаешь про очередной конфликт Турции с курдами? Имеют право курды на независимое государство? Вообще не в курсе. Я не знаю, что там за конфликт у них очередной. Понятия не имею. Я считаю, что курды имеют, конечно же, право на собственную государственность. Но весь вопрос в том, в рамках каких земель должна быть эта государственность. То есть должны ли они претендовать на часть Турции? Это уже другой вопрос. Имеют ли право курды на государственность? Разумеется, имеют. Но вот должны ли им предоставить именно ту территорию, которую они хотят, на которую они претендуют, заявляя, что она там их какая-то исконная, то нет, здесь я, конечно же, не рискну на эту тему рассуждать. Я знаю, что они проживают и на территории Турции, и на территории Сирии, и на территории Ирака. На территории Ирака у них даже есть своя автономия. Поэтому по поводу территории здесь, пожалуйста, не ко мне. Я не считаю, что они должны там часть Турции себе отжать. Но в целом я не против курдской собственной государственности. То есть их собственного государства я, конечно же, не против. Так, меня отталкивает то, что ты начал действовать только тогда, когда это коснулось тебя конкретно. Поэтому выбрал АЗ. А так, молодец, продолжай. Ну, так начинают и начинали все. Наши очень знаменитые у нас даже герои. Они тоже начинали тогда, когда это касалось лично их, возьми того же Зелимхана, Карачаевского, обрека Зелимхана. Всегда есть какой-то, знаете, должен произойти толчок. Человек сам по себе такой не рождается каким-то там героем и так далее. Какое-то что-то должно произойти в его жизни, что его подтолкнет на какую-то деятельность и так далее. А мне-то тем более далеко до каких-то героев. Я обычный человек и не претендую даже на то, чтобы меня кто-то считал там героем. Поэтому если даже герои начинали, когда их что-то касалось, то я это простолюдин. Тем более, естественно, начал тогда, когда меня это непосредственно коснулось. Субтитры создавал DimaTorzok